Президент Рухам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева прибыли на открытие административного здания агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения и первого центра ДОСТ. Архитектор расположенного в Есамальском районе столицы семиэтажного административного здания агентства ДОСТ и его первого центра Нариман Имамалиев. Это здание, построенное в стиле неомодернизма, отвечает самым современным требованиям с точки зрения инженерных систем. Президент Рухам Алиева и первая леди Мегрибан Алиева подробно ознакомились с созданными в здании условиями. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал о созданных здесь условиях. С целью упрощения оказания услуг в центре установлены электронные табло и информационные киоски. Деятельность соответствующих структур министерства организована в центре в скоординированном порядке. Созданы все необходимые условия для лиц с инвалидностью. Услуги предоставляются на основе единых стандартов и в электронном формате в интегрированной форме. В центрах ДОСТ будут оказываться и проактивные услуги. Граждане будут получать информацию о своих тех или иных социальных правах. Отметим, что первый центр ДОСТ способен в течение дня принять 350 граждан. На начальном этапе центр будет оказывать услуги жителям Несамальского и Сабаевского районов и в течение года окажет более чем 100 тысячам гражданам 126 видов услуг по принципу единого окна в сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. В центре будут работать 96 человек и еще 50 волонтеров по программе Генч ДОСТ. Здесь также предоставляются услуги по следующим вопросам. Пенсия и социальное страхование, социальные выплаты и стипендии, инвалидность, медэкспертиза и протезно-отопедическое обеспечение, социальные услуги и вопросы усыновления, трудовые отношения, услуги занятости, социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые услуги, банковские и нотариальные услуги. Таким образом, центр предоставляет гражданам возможность обратиться в единое окно и воспользоваться всеми услугами министерства посредством этой системы. Гражданам также будут оказываться консультативные информационные услуги. Будет обеспечено и предоставление услуг мобильным и другими способами на основе их непосредственных обращений по телефону или через интернет. Глава государства и первая леди также ознакомились здесь с выставкой работ лиц с инвалидностью. Успешная социальная политика президента Ильхом Алиева позволяет улучшать благосостояние населения, ежегодно расширять комплексные меры, нацеленные на повышение государственной заботы об уязвимых группах, осуществлять важные шаги в этой сфере, формировать надежную систему социальной защиты в нашей стране. Наряду с этим основной целью программы социальных реформ президента Ильхом Алиева является организация государственных социальных услуг на основе современных гибких и оптимальных механизмов, базирующихся на инновативном подходе, обеспечении здесь принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства. Цель, созданного указом главы государства от 9 августа прошлого года о дополнительных мерах, связанных с усовершенствованием управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, при Министерстве труда и социальной защиты населения Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению ДОСТ, повышение качества услуг в сфере занятости, труда, инвалидности и социальной защиты, повышение прозрачности в этой области, внедрение инновационных решений и обеспечения удовлетворенности граждан. Агентство ДОСТ – результат инициативы первого вице-президента Азербайджана Мири Бан Алиевой по предоставлению государственных социальных услуг на основе единой платформы посредством единого окна, полностью прозрачно и оперативно, с обеспечением удобства граждан, соблюдением вежливости и при помощи простых процедур. Также была предоставлена информация о проделанной в последние годы работе в области социальной защиты населения. Важные шаги по улучшению благосостояния населения, как успешный результат реализации главы государства пакета социальных реформ в первом квартале нынешнего года, стала значительной поддержкой для более чем 3 миллионов граждан. Было также обеспечено повышение минимальной заработной платы и минимальной суммы пенсии до 40%, а социальных пособий и стипендий в среднем на 100%. Согласно поручению президента Иргама Алиева, в прошлом году 626 квартирами были обеспечены семьи шахидов и лица, ставшие им болидами на войне, а 265 человек – автомобилями. В 2019 году предусматривается передать лицам этих категорий не менее 800 квартир и 600 автомобилей. Было отмечено, что в 2019 году будут введены в эксплуатацию несколько реабилитационных учреждений и объектов социальных служб. В 2018 году 7267 семей воспользовались программой самозанятости. В текущем году ожидается привлечение в нее еще 10 тысяч семей. Затем был показан видеоролик о портале электрон-социал-агентства «Доступ от системы электронной пенсии и занятости». Хотя сегодня в мировой практике и существуют похожие проекты, Центр ДОСТ является уникальным проектом, сочетающим в себе инновационные новшества, которые предоставляют возможность оказать 126 видов услуг по принципу единого окна по вопросам занятости населения, труда, социальной защиты и безопасности. Поэтому ожидается, что Центр ДОСТ станут новым брендом Азербайджана в сфере государственных социальных услуг нашей страны. Посредством Центров ДОСТ агентство по принципу единого окна окажет услуги 2 миллионам 800 тысячам человек. Предусматривается в 2019-2025 годах ввести в эксплуатацию 31 Центр ДОСТ в Баку и регионах страны. В Центральном аппарате Агентства ДОСТ будут работать 315 человек. В Центрах ДОСТ в зависимости от категории от 50 до 100 человек, социальные агенты и социальные работники, прошедшие специальные тренинги. Подготовлена программа волонтеров Гянч ДОСТ и уже 50 добровольцев приступили к работе. В каждом Центре будет 30-50 волонтеров и в дальнейшем планируется привлечь элит постарше. Президент Рахом Алиев и первая леди Мегри Бан Алиева встретились с группой работников Агентства ДОСТ и волонтерами Гянч ДОСТ. Продолжение следует...